дастеру 10 лет на кузове много вот таких вот неприятных сколов принципе на скорость как говорится и не влияет ржавчина от них именно от этих вот не расходятся кузов держится хорошо в этих местах по уму конечно это все нужно красить такие царапины уйдут с полировкой возможно который я буду проводить дальнейшем самое неприятное конечно здесь здесь уже расходы грибы на стыках крыла и порога на многим на многих бюджетных машинах такая технология от уплотнителей тоже стирается лкп тем более в проемах она тоньше чем на в остальных местах кузова вот такие страшные вещи кстати вот бампер который я делал на одном из видео до сих пор держится самый неприятный момент вот здесь здесь даже уже отвалился кусок краски вот все это очень некрасиво выглядит хочется все это сделать с минимумом вложений труда и денег будем сейчас пробовать начнем ну и начну вот с этого скола который больше всего бросается в глаза сначала защищаем 320 шкуркой на губке стоит она 38 рублей зачищаем чтобы были плавные края не было острых концов краски но примерно так что получилось 320 затем я обклеивал скотчем малярным который тоже продается в ленте и прочих таких магазинах не помню сколько он стоит чтобы можно и при зачистке тоже обклеить бампер чтобы не попасть на него не залить в общем вот так вот затем берем грунт грунт в баллоне тоже я покупал специализированном магазине 570 рублей он стоил это грунт эпоксидный и наносим но сам процесс я заснять мне не удалось очень неудобно наносим вот таким образом один слой сначала ждем мотовения и наносим еще один слой и пока сохнет грунт такой эмалью которая приобрел в автомагазине для эксперимента кстати она дает очень неплохой толстый слой стоимостью пределах 300 рублей подкрашиваем вот эти вот небольшие скольчики я думаю тут можно обойтись без грунта так как родной грунт остался такие пятаки на дверях повторюсь слой очень неплохой дает ну если обычная стандартная база просаживается то здесь есть такой слой можно нанести в два слоя да вот туманка до сих пор тоже держится они какие клеевые снимал тоже видео немного странно ну и затем эмалью после того как высок грунт чуть-чуть его зачищаем шкуркой чтобы сравнить и затем также эмалью его кисточкой закрашиваем сначала слой вот так границах зачищена участка ну а потом уже чуть заходим за границы потом я приобрел также в магазине лак двухкомпонентный на развес то есть минимум 50 грамм не налили и сверху покрываем лаком смешиваем с отвердителем в пропорции один-двум но только ту часть которая необходима непосредственно сейчас иначе он весь застынет и все кисточкой обычно из любого канцелярского магазина вот такие банки наливают лак 50 грамм обошлись не 150 рублей месяц отвердителем самая напряженная конечно вот эти места их пришлось зачищать вот таким вот кружком зачистной диск стоит 300 рублей зажимать его зажимается в дрель и зачищается вся ржавчина должна быть удалена этот самый большой пятак тоже зачистил уже даже проела чуть-чуть металл дальше опять то же самое сначала 240 шкуркой удобнее когда на губке на мягкой затем 320 края чтобы было более-менее было конечно особо загоняться не стоит все таки это же не подготовка под профессиональную покраску ну собственно вот что получилось конечно это не не профессиональная покраска естественно все это кривовато но я думаю что это все же лучше чем ржавый пятак тем более когда сядет пыль все это затрется свежий лак будет вполне себе приемлемо смотреться тем более я планирую еще полировать машину и полировку тоже чуть-чуть вывести все вот эти кривые места так вот были получились проемы что касается вот этого уголка который я делал то что его с двух шагов собственно говоря при пыльном кузове и вообще не видно что там что-то подкрашивалась ну на этом и все